Дорогие братья и сестры, давайте скажем славу нашему Господу. Слушая брата Сашу, я думаю, многие себя где-то увидели, многие, может быть, проходили в своей жизни этот путь, может быть, действительно кто-то и на сегодняшний момент проходит эти тяжелые обстоятельства в своей жизни. И мы тоже, и я в свою очередь также встречался, и до сих пор встречаюсь с тем, что то, что поверхностно мы имели дело с каким-то видимым грехом, это Бог как-то так мгновенно все удалил, как восток от запада. Но существует то, что у тебя есть внутри заложенность еще от того эдемского греха, и по всей вероятности он еще не весь истреблен. И наша задача, чтобы на всем протяжении нашей жизни, с того момента, как мы познали нашего Господа Иисуса Христа, нам вести эту борьбу со своим внутренним человеком или с этой плотью правильнее будет сказано. И учитывая, что ученики Иисуса Христа долгое время, или, может быть, это три года с половиной, но не очень большой срок, но каждый день, имея общение со своим учителем, я думаю, что это большой срок. Если мы с утра до вечера будем находиться в учении, в наставлении того пастыря, за которым мы однажды отдали свое сердце, я думаю, что в нашей жизни множество наших каких-то недопониманий, наших каких-то незнаний, они будут просто проясняться. Если бы наши дети ходили в учебное заведение утром и приходили лишь только для того, чтобы поспать, то мы бы увидели в них большие результаты, что они углубились в какое-то учение, в какие-то знания и так далее и тому подобное. И читая Слово Божие, Иоанна 14 глава, Иисус перед своим отшествием уже, Он их научает или, скажем, говорит им такие слова, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, веруйте. В доме Отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Откуда я иду, вы знаете и путь знаете». Фома сказал Ему, «Господи, не знаем, куда идешь, как можем знать путь?» Иисус сказал Ему, «Я есть путь истины и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете Его и видели Его». Слава нашему Господу! И видя то, что Иисус показывает о том, что «если бы вы знали Меня». Я начал сопоставлять просто то время, когда они познали, когда они согласили и в своем сердце выразили желание идти за Иисусом Христом. Проходит какой-то промежуток времени, и Иисус им говорит о том, что «если бы вы знали Меня». В нашей жизни бывает, что мы от видимого чего-то освободились, думаем, что мы так хорошо знаем Иисуса Христа, мы можем кого-то научить, кого-то наставить, кому-то подсказать, но в своей жизни разобраться очень часто не всегда можем. И когда приходит к тебе твое понимание о том, что «Господи, а я-то сам тебя еще и так, ну, скажем, и не знаю», возьмем апостола Павла, тот, который однажды учился у ног Гамалиила, прошло какое-то время, он настолько был ревностный до своего Бога, шел в этот город для того, чтобы тащить, да, закрывать в темнице мужей, жен там и так далее, и встретился с Иисусом. От этой встречи что-то произошло. Сам апостол Павел, он говорит, «Я от самого Господа принял то, что и вам передаю». То есть то знание и то познание при встрече с Иисусом изменило его вообще мышление. И мы видим, что Слово Божие говорит, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». И насколько важно, чтобы мы, как дети нашего Господа, всемогущего Бога, были, находились всегда в этом учении, понимая то, что мне что-то нужно найти. От того, что однажды, когда в мою жизнь пришло это покаяние, и когда я встретился с моим Господом, я понял, что мне необходимо находиться с Ним, мне необходимо пребывать в Нем, мне необходимо познавать Его. Но есть таких два бича, которые для христиан, они очень больные. Это суета, это суета и праздность. Когда мы становимся членами церкви, мы уже успокаиваемся, и в своем, ну, может быть, духовом росте мы считаем себя уже чего-то достигшими, что-то мы прошли в своей жизни. Как-то мы уже можем отвечать на вопросы, где-то мы уже устоялись, но при всем при этом дьявол находит такие окна или такие двери, через которые он пытается всячески войти. И эти окна и двери – это наша работа. Все согласны? Нам обычно предлагают побольше заработать, побудь подольше на работе. Ты заработаешь, ты начинаешь думать, у меня семья, у меня дети, у меня жена, у меня вопросы там жилищные, у меня там передвигаться надо. И мы много-много-много чего можем, ну, скажем, в эту телегу сложить и сказать, у меня вот они, мои проблемы, целый воз этих проблем. Другая сторона, когда человек чего-то уже достиг в своей жизни, и он, в принципе, имеет в том, в том, в том, у него все налажено, и он приходит в такое состояние всего, довольным, всем. Приходит в состояние праздности, и то время, которое он в своей жизни говорил, «Господи, ты мне помоги, чтобы у меня было побольше времени, я буду вникать в Слово Твое, я буду изучать, я буду всячески копаться и рыться, но пришло время свободное, я это свободное время потратил на что-то другое». Может быть, ублажить собственное я, может быть, просмотреть что-то, может быть, увеличить еще свои закрома, или там, увеличить свои домашние, жилищные условия, и все человеку кажется, что ему чего-то недостает. Но однажды, на пятничной молитве я стал так на коленях и молился, и у меня такие мысли текут. Вот у меня то, 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 то надо, то надо. И потом это все как-то мгновенно рассеялось, и у меня одна такая ясная мысль, что больше всего тебе необходимо иметь или искать общение со мной. И когда человек углубляется в общении с Иисусом Христом, с Богом, то то, что у тебя было первостепенно, оно уходит на второй, на третий, на четвертый и на пятый план. Мы с моим братом, другом имели общение, и он говорит, что настолько суета захватила меня, поглотила меня, настолько работа, работа, и уже от работы работа не приносила никакого удовольствия. И даже, может быть, получаешь эти деньги, но удовольствия не получаешь, потому что ты рожден по духу. Слава нашему Господу. И когда вот это внутри у тебя есть понимание, то тебе срочно надо вырываться, срочно надо куда-то уходить, отдаляться. И мы видим, что Иисус, Он даже уходил в места пустынные, другими словами, что это в пустые места, был одинок, был в одиночестве, но мы можем сказать, мы отойдем от этого мира для того, чтобы прибыть с братьями и сестрами, больше углубиться в Слово Божие, больше углубиться в молитвы, понимая то, что наш духовный человек страдает при всем при этом. Да благословит нас всех Господь, чтобы мы понимали и взвешивали в своей жизни. И я бы хотел остановиться на одном месте, или вот то, что я обозначил, да, это праздность и суета. И хотел бы обозначить, ну, как для себя и для вас, это праздность. И праздность, мы понимаем, что когда уже человек насытился, когда у него уже все устойчиво, все есть, и ты считаешь, что, ну, как в одной притче, помните, написано, был хороший урожай, была житница, он эту житницу разрушил, другую поставил, сказал, сейчас я это все заполню и буду отдыхать. Пусть моя душа наслаждается тем, что у меня есть. Мы встречаем в Священном Писании, был такой Валтасар, все знаете такого. Это сын царя Вавилонского Вахадунасора. И когда пришло, представляете, 45 лет Вахадунасор завоевывал близокружающие и дальние все города, ну, так скажем, страны, да, был очень укрепленный свой город, этот Вавилон. В центре Вавилона, ну, скажем, там начало вообще всего. Там была построена эта Вавилонская башня. И вокруг нее этот был укрепленный, укрепленный сильно город. Высота стен около 100 метров, 50, по-моему, ширина этой стены, что можно было три троицы лошадей по этой стене проезжать вокруг. Вы представляете? Запасов на 25 лет. Пищевых запасов. Река Ефрат протекает с севера на юг. То есть постоянно есть вода. И тут Валтасар, когда уже сидел, и мы читаем это пятая глава книги Даниила. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысяч пил вино. Вкусив вино, Валтасар приказал принести золотые серебряные сосуды, которые выхода на ссор отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божьего в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых, серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. И вот в тот самый час вышли персты руки человеческой и написали против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала, тогда царь изменился в лице своем, мысли его смутили, его связи и связи чресла его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Мы видим, что Валтасар принял от своего отца это царство, то, которое было на тот момент очень, ну скажем, такое большое, да, укрепленное, сильное, но в тот момент, когда он это совершал пиршество, его город уже был в осаде. И представляете, что для нас, это для духовных людей, те люди, которые желают и стремятся жить по духу, на нас всячески всегда осаждает этот грех, этот мир, пытаясь, чтобы нашего внутреннего человека как-то, ну скажем, огорчить, да, или как-то совратить с этого правильного и верного пути. И нам необходимо, чтобы этот источник, как Ефрат, он всегда протекал внутри нас, чтобы этот источник, Дух Святой, он всегда в нас пребывал. Но и мы понимали то, что те запасы, которые в нас есть, они должны быть всегда еще и пополняться, обогащаться все больше и больше. Но мы видим, что Альтасар, он сказал, все, что у меня есть, мне этого достаточно. И река, которая во мне есть, воды там тоже достаточно. Но те умные люди были, они взяли и русло реки, перевели в другую сторону, прошли по старому руслу, и там захватили этот город. Да поможет нам всем Господь, чтобы и мы правильно оценивали свою жизнь, чтобы то время, которое Бог для тебя и для меня дал благоприятное, чтобы мы в это время проводили его для того, чтобы изучать Священное Писание, изучать нашего и понимать нашего Господа, насколько Он хочет тебе и мне открыться. Мы можем сказать, что мы долгие годы ходим за Богом, но однажды можем и услышать и в свой адрес «Вы не знаете меня? Мы можем сказать, что мы Твоим именем что-то делали, в Твой адрес посвящали что-то, но Бог скажет, я никогда не знал вас. И у какая будет, ну, скажем, так можно сказать, что горесть, да, или, может быть, просто будет очень страшно, ты поймешь, что я столько лет посвятил, идя за Богом, и на конце моего пути мне скажут, я никогда не звал тебя. Это не то слово, что это будет печально, это будет, ну, просто катастрофа. Для того, чтобы тебе и мне отвлечься от этого мира, от этой суеты и от этой праздности, нам необходимо посвящать свою внутренность и находить время для того, чтобы мы могли искать, углубляться в этот источник воды живой. Да, благословит нас всех Господь. И учитывая то, что Бог желает каждому из нас то слово, которое Он положил перед нашими глазами, каждому вручил это слово для того, чтобы мы искали, для того, чтобы мы копали, для того, чтобы мы углублялись и хорошо знаем о том, что Слово Божие, оно все Бога духовновенно, оно пронизано Духом Святым. И о том, что брат Саша говорил, о том, что мы, когда читаем, вникаем в Слово Божие посредством благодати Духа Святого, которым это священное Писание пронизано, мы начинаем, внутри нас происходит процесс, процесс этого, ну, скажем, золота, когда его начинают кипятить, вот эти все шлаки, они начинают вылазить на наружность, все вверх, и ты понимаешь, что, Господи, да я и в этом еще не таков, и в этом не таков, и в этом не таков, и ты понимаешь, что протяжение всей твоей жизни, чем ты занимался, да я только радовался, то, что у меня внешность моя стала, что я не пью и не курю, и мы знаем, что очень много людей, таких порядочных, живет и вокруг нас, и те, которые грубого слова не скажут и руку подадут, а мы-то думаем, что только христиане наделены такими особенными качествами, то эти особенные качества можно приложить от самого детства, когда ребенок родился, если человек воспитанный, он это воспитание передает своим детям, ему не надо, может быть, даже никакого духовности или еще чего-то, потому что это передано ему с молоком матери, а у нас бывает такое, что мы все переложили на благодать, живем по благодати, а дети у нас воспитываются как попало, и мы даже не желаем с ними порой, а Бог смотрит, Бог даст им встречу, а они когда-нибудь узнают и познают о том, что есть Бог, да поможет нам всем Господь, чтобы этой праздности в нашей жизни, ну, как бы, меминизировать, да, или вообще удаляться, чтобы то, что Бог нам дает, если мы из Священного Писания будем искать и находить для себя на свои вопросы ответы, то наша жизнь будет для нас самих лично интересна, потому что мы с этими вопросами рожденными у нас, мы идем кому-то их решать, брат Роман, подскажи, пожалуйста, как вот на этот вопрос, ну, брат Роман прошел это, скажет, ну, я вот так вот у меня было, ты сам-то пройди, ты сам-то ищи, здесь Слово Божие написано не для вас, чтобы я это Слово Божие говорил, так, ты, сестра, покайся, ты, брат, покайся, ты то сделай, ты то сделал, Слово Божие написано для меня лично, и я в этом Слове Божьем должен углубляться, копать, рыться, смотреть, что, Господи, я-то еще, ой-ой-ой-ой-ой-ой, и мы думаем, что нас поставили уже на служение, мы тут в церкви, да, мы воскрыли одежду, начинаем расширять, уже подходят нас, на вы называют, и так далее, и звезда в албу горит уже, ну, и так грубо говоря, да, и ты понимаешь, что, а опознал ли я сам лично, хорошо, у меня однажды была встреча, я вам о ней рассказал, а дальше ли я хочу встречаться с тем, с кем я однажды встретился, и который сказал, и дернул так струну, что моя жизнь переменилась, а я хочу с тем встречаться, чтобы он еще находил тот, скажем, мотив, для того, чтобы моя жизнь полностью менялась, и все увидели, что, как апостол Павел сказал, чтобы та жизнь Иисуса Христа, она во мне отобразилась, чтобы не только мои там порядочные какие-то черты отобразились, а чтобы жизнь самого Господа во мне отразилась, и это является самой нашей первостепенной необходимостью, чтобы, как Слово Божие говорит, мы возрастали в полный возраст Иисуса Христа, а мы бывают, что как ученики учимся, кто-то первый класс закончил, кто-то второй класс закончил, а кто-то экзамены и не сдал, и остается на второй год, а потом смотришь, он уже 20 лет, а он все на первой партии и в первом классе, а говорят, что, а Слово Божие говорит, что, а по возрасту вам уже должно быть учителями, да поможет нам всем Господь, чтобы мы понимали, чтобы мы отображали прежде всего или точнее свою внутренность, настолько прилепили к Слову Божьему, чтобы Слово Божие нас питало, чтобы те источники, которые есть в Слове Божьем, они отображались в нас, чтобы та жизнь, которая есть в Слове Божьем, она отображалась в нас, чтобы мы жили не своим пониманием, не своим мышлением, не своими какими-то знаниями или какими-то добрыми качествами, а то, что нас научил Иисус Христос, слава нашему Господу. И мы видим, что Он не оставил нас, не оставил нас одинокими. Он сказал, я пошлю утешителя, который что будет делать? Который научит. Да к нам, значит, необходимо к утешителю приходить, чтобы он нас научал, и та благодать, то знание, которое он берет, или точнее взял от Бога Отца, или Иисуса Христа, Он нам передавал, вкладывал в нашу внутренность, и мы этим жили. Чтобы этот отпечаток неба на тебе и на мне, он был очевиден для каждого человека. Почему человек грешит? Потому что он грешник от природы Адамовой. Но пришла, написано, благодать Божия, спасающая, научающая нас, и она нам научает нас и дает нам возможность для того, чтобы та природа ветхая из нас была истреблена, а новая природа была как светило лучезарное. Чтобы мы светили этому миру и обращали внимание, и как уже не раз говорили, что я проповедую Иисуса Христа 24 часа в сутки. Иногда бывает и слово. Да благословит на всех Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok